Власть обязали прислушиваться к мнению народа. В нашем городе создается общественный совет, без мнения которого не будет приниматься ни одно решение исполкома. Кто войдет в эту структуру и какие полномочия получит в следующем материале. Почти полсотни запорожских общественников выявило желание приобщиться к работе местной власти. Все они подали заявки на участие в инициативной группе по созданию общественного совета при исполкоме. В самом совете поучаствовать захотят еще больше людей, прогнозируют в мэрии. Именно местных чиновников обязало правительство организовать создание совета. Полномочия его члены получат существенные. Все проекты исполкома, которые регламентируют жизнь горожан, влияют каким-то образом на нее, в обязательном порядке передаются на обсуждение в общественный совет. Там проходит обсуждение, если нужно, в расширенном формате. После этого замечание предложения направляется в виде протокола на членов исполкома. И они уже или соглашаются, или не соглашаются. Пока мнение общественности будет носить обязательный, но только рекомендательный характер. Общественность не всегда знакома с реалиями сегодняшнего дня. Может быть, специалистам даже будет виднее. Поэтому, в том смысле, если есть для этого ресурс, они будут исполнены. Если для этого ресурса нет, естественно, они могут быть исполнены в каком-то другом временном русле. Тогда это будет исполняться позже. Но они носят рекомендательный характер. Андрей Лобода – один из членов инициативной группы по созданию совета. Говорит, идет в него за лоббированием интересов молодежи, которые представляет его общественная организация. Мы хотим, чтобы все-таки к молодежи прислушивались. И надеемся на то, что люди, которые находятся у нас в горсовете, будут молодежь тоже иметь в виду. И хотелось бы, чтобы все вещи, которые инициативные проявлялись в молодежи и доводились до горсовета, они хотя бы иногда принимались во внимание. Подобные общественные советы создаются по всей Украине. А вот в Запорожье решили пойти еще дальше. Мэр инициирует создание общественных комитетов при управлениях и коммунальных предприятиях города. Задача их – это контроль действий власти. Это механизм, когда власть может обсуждать с людьми свои проекты и решения, а люди могут доносить до власти свои проблемы. И это просто еще один уровень приближения власти к людям. Ближе к людям власть станет не сразу, месяцев через несколько. Сначала начнет работать инициативная группа общественного совета. И только затем на общем собрании будет определено, кто в него войдет. Из 49 членов инициативной группы – представители разных организаций. Самая многочисленная – у профсоюзов. Когда можно подать заявку на участие в общественном совете, сообщают на официальном сайте мэрии.